Доброе утро! Программа наша продолжается и в нашей программе, как это часто случается, рубрика экспертиза. Для нее мы специально приглашаем специалиста по защите потребителей Ивана Лемзикова. Иван, доброе утро! Доброе утро, Иван! Сегодня в нашей экспертизе участвует сметана. Представьте нам, пожалуйста... Сегодня у нас масленица, поэтому сметана. Первый экземпляр, первый вкус. Альпийская коровка. И здесь у нас не указан бренд, но я вот мелкий цвет. Сметана в горошек? Молоко в горошек написано. А, название такое прямо у фирмы, да? Молоко в горошек? Ну, прекрасно! То есть, как выбрать сметану в магазине? С чего начинается экспертиза потребителя? Упаковка и состав, в первую очередь. Смотрим, упаковка у нас должна быть обязательно с крышечкой. А вот это не считается, что ли? Так нельзя? Эту крышечку вы снимете, затем сметану у вас будет открытой. И уже, да, закрыть не сможешь. Даже если вы закроете этой же крышечкой... А у меня же другая, может быть, крышечка. Ну, если вы хотите... Я сейчас сэкономил в той баночке. Так, хорошо, обратили внимание на крышечку. В состав обязательно должно входить молоко, либо сливки, и закваска. Также допускается немного добавление воды. Гостом допускается. Но лучше брать ту сметану, где нет этих компонентов. Поэтому мы смотрим. В моем случае это сливки и закваска. Так. А в моем случае нет состава. Подождите, у меня тут столько всего понаписано. И сливки, заквасочные микроорганизмы. И сливки, обезжиренное молоко, масса сливочные и заквасочные микроорганизмы. И сливки, обезжиренное молоко, жир молочный и заквасочные микроорганизмы. Ну, сливки-то есть? В моем случае здесь есть нюанс. У нас есть несколько составов. Так. П, Y и Z. Нам нужно посмотреть на крышечки. И тут написано Y. Значит, мы смотрим состав Y. Это сливки, обезжиренное молоко, масло сливочное и заквасочное микроорганизм. Это хорошо? Ну, это плохо. Немного это плохо, потому что добавлено масло. Жирное здоровье. Я хочу обратить внимание на состав альпийской коровки. Восстановленное молоко из сухого молока, сливочное масло, заменитель молочного жира. Краситель. И вот только потом закваска молочнокислых микроорганизмов. Ну, сухое молоко может добавляться, но, тем не менее, есть стабилизаторы. Это плохо. И прошу обратить внимание, что здесь на одной полке вы можете встретить в одной и той же упаковке, что будет выглядеть одинаково, но шифр будет стоять другой. И составы будут разные. Вот это да. И в магазинах такое часто бывает. Ну, давайте тогда за состав выставим оценки. Так, первый у нас идет первый вкус. Пять баллов. Идеальный состав. Альпийская коровка. Три балла. И молоко в горошек. Молоко в горошек ставим четыре балла. Четыре балла. Хорошо. А на что еще нужно обратить внимание? Также стоит обращать внимание на срок годности. Срок годности у сметаны не более 14 дней. У закрытой? У закрытой. Если открытой, двое суток. Двое суток. То есть и этот срок годности должен быть указан на упаковке, правильно? В моем случае это месяц. Ух ты. В моем случае это 20 дней. Ого. Тоже плохо. А у меня я не могу найти, Иван. И это тоже плохо. Это очень плохо. А где вот он там? Это интересный вопрос. Сейчас поищем. А правда всего 14 дней? А почему сметана хранится? Потому что это живой продукт. А вот у нас дата с 27 февраля по 12 марта. Ну то есть как раз где-то 14 дней. То есть первый вкус у нас за срок годности получает пятерку. А альпийская коровка и молоко в горошек по троечке? По троечке. А что еще у нас? Мы тут видим столько принадлежностей. Дальше мы вскрываем упаковку. Очень часто люди выбирают сметану, в которой, как говорится, ложка стоит. Но до 20 градусов ложка не должна стоять. Если вы поставили ложку, и сметана достаточно густая, то, скорее всего, в нее что-то подмешали. Так. Ой, запахло как сметаной. Открывай? Да. Ага. В первую очередь смотрим на консистенцию. Размешиваем сметану. И затем большой пласт мы... Опа! Это вот сейчас правильный процесс или нет? Хорошо или не очень? Ну вот должна пойти волна. То есть она должна как сгущенное молоко. Вот когда капаешь... Плюхнуться. Плюхнуться, да, волной. У нас здесь она достаточно густая. А имеет ли значение в этом смысле жирность? То есть 20% сметаны? До 20% она должна волной идти. Выше 20% она будет густая. Так. А свыше, мне кажется, я и не встречал почти. Ну продается, но это очень редкая какая-то сметана. Здесь достаточно хорошая. Ну вот мой случай идет волной. Ты это мешала? Нет, прости, забыла. А зачем нужно перемешивать сметану? Я вот никогда этого не делаю. А потому что это живой продукт, когда он находится в упаковке, он дозревает сам. А, то есть где-то внизу микроорганизмы поплотнее сидят сверху. Но идет же волной. Лучше всего. Да. Итак, вот тест на консистенцию определяет вновь. Первый вкус получает у нас 5 баллов. Альпийская коровка понравилась тебе, как волная идет? Нет, очень плохо, 3 балла. 3 балла. И молоко в горошек? Тоже 3 балла. 3 балла, хорошо. А что еще мы можем, какой тест еще провести? Также мы можем обнаружить, есть ли какие-то добавки. Для этого нам понадобится горячая вода. Так, заполняем 3 стаканчика для трех наших претендентов. И добавляем по пол-ложке. Кстати, таким образом, насколько это очень простой тест, который можно проверять вообще многие вещи, где видно и добавки. Так, Юля, что ты у нас складываешь? А, первый вкус. Первый вкус. Нужно размешать. А, да, прям так. Поскольку нужно? По ложке? По пол-ложке. Вот так как-то, да? Да, да, да. Так, я положу сюда вот молоко. Должна полностью размешаться сметана, но вот мы видим, что там плавают комки. Кто-то. И свернулось, это плохо. Ага. Ну и давай еще проверим альпийскую коровку. То есть она в горячей воде, сметана, должна раствориться. Раствориться. Полностью не оставляя никаких дополнительных элементов. Вот если мы посмотрим даже, она вот отстоится с комками. Здесь у нас просто все свернулось. Да. А у меня вот там что происходит? Мне тоже кажется, там одни сплошные комки, какие-то фракции плавают. Да, у всех плохо. То есть этот тест на добавки, на какие-то, да, у нас все три претендента получают по 3 балла. По 3 балла. Ну вот, посмотрите, альпийская коровка даже вот уже начала расслаиваться. Да, 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 видно, видно. А о чем это говорит? Вот мне кажется, мне тоже кажется, сейчас у меня такая штука будет. А здесь, скорее всего, были добавлены масла, масла какие-то, которые поднимаются. Также, если добавлен творог, то он осядет. А так не должно быть... Слушайте, посмотрите, это везде так происходит, а сметана должна полностью просто раствориться. Да. Хорошо, мы выставили оценки за наш тест на добавки по 3 балла. И, видимо, еще фен. Да. И лопаточку. Очень интересно. Нам понадобится стекло. Мы добавляем на стекло полкапельки сметаны. Давайте мы уберем отсюда. Давай, чтобы зрителю тоже было видно. Ага. Так, первый вкус. Альпийская коровка. И вот у Саши стоит молоко в горошек. Несмотря на то, что это сметана. Ну, название такое. Так. Затем мы размазываем. Ну, какой художественный процесс, надо же. И что должно получиться? Нам нужно подождать, пока высохнет. Зачем? Натуральный продукт, натуральная сметана, она оставит ровный слой. Угу. Без разводов. Если же высохнет ненатуральный продукт, мы увидим разводы. Ну, сколько сохнет сметана, мне кажется, нам... Вот нам фен, да. А, для этого у нас есть фен, да. Так, так, так. Ну, давай, Саш. Ух ты! У нас все разлетается по студии. Так, так, так. Я первый раз в своей жизни сушу сметану. Я сушу сметану. Я сушу сметану. А-а-а. Масло. Я думаю, достаточно. Что-нибудь можно увидеть? Нам нужно посмотреть на просвет, и хорошая, качественная сметана оставит ровный белый свет. У нас все в разводах, то есть можем сделать вывод, что сметана недостаточно качественная. Сметана так себе сметана. Да. Все три претендента и за этот тест получают у нас по три балла. Ну, что ж, осталось только подвести итог, но я думаю, это несложно сделать. В сегодняшнем нашем тесте сметана на молоко в горошек получает третье место и 10 баллов. Альпийская коровка второе место и 15 баллов. И на первом месте в сегодняшнем нашем тесте сметана первый вкус, и у нее 21 балл. Мне кажется, наиболее показательным вот этот тест. Посмотрите на него. Я теперь именно так буду тестировать всю сметану, которая будет попадаться мне в руки. Спасибо большое, говорим, за такую технологию. Ивану Лемзикову, специалисту Уральской палаты защиты потребителей. Большое человеческое спасибо. Еще не один раз мы встретимся в этой студии, тестируя разнообразные продукты. Эфир нашей программы продолжится. Сейчас узнаем о самых важных новостях Екатеринбурга и Свердловской области в эфире события.